Добрый день! Сегодня я хочу показать вот такую вот штуку. Кенцию я сделал. Можно носить на шее, здесь веревочка. Ну, на самом деле, просто веревочка осталась. Это резать неохота было. Вот, сплёл такую вот вещь на карабинчике. Получилось не идеально. Первый раз сделал, поэтому открываем, что у нас здесь. А здесь у нас ножичек. Так, немножко тугало. Оп, и биты. Ну, размеры могут быть любые, соответственно, под любой ножичек. Как возникла идея? Вот здесь оторвалась веревочка, чуть не потерял я этот нож. Вовремя заметил, что там уже на одной нитке висело. Вот, захотелось сделать. Можно было сшить, но мне пришла мысль сделать вот такой. Что-то подобное я видел в интернете, но там была квадратная и побольше сумочка. Вот. Ну, и по-другому плелась. Я вот придумал вот так сплести. Снизу здесь кольцо. Если кольцо вытащить, то, соответственно, то... Вот эти вот, видите, вот они как бы двойные. Эти, они вытаскиваются вот сюда наверх, и она распадается. То есть, за какие-то секунды можно превратить чехольчик в верёвку. У меня сейчас использована бельевая верёвка обычная, ну, для тренировки, для обучения, так сказать, вот, для экспериментов. А потом я планирую сделать из паракорда, то есть, соответственно, будет у нас... Кроме ножичка, такого на все случаи жизни, с битами, которые я переделал, вот, покажу, похвастаюсь, может, кто не видел это видео. Есть видео, как я... что я сделал и как. И плюс, ну, вот, несколько метров корда. Я, к сожалению, не помедил длину верёвки, сколько она... Вот, что ещё можно сказать? Немножко, ну, тут главное рассчитать всё правильно. И было в планах вот здесь одну, допустим, посерединке, вот эту вот, как бы, вот такую петельку. Либо две, ну, пропускать. То есть, не полностью связать, вот видите, вот здесь вот он сверху идёт. А вот, допустим, вот здесь её тоже под низ пропустить, вот эту верёвочку. И следующую под низ, и тогда бы здесь, там, или три, чтобы она, как бы, отставала. Было нарушено вязание, и тогда она, как раз эту верёвочку бы вешалась на пояс, на ремень. И, то есть, ну, довольно прочная верёвка, она уж, которая вплетена в структуру. Ей перетереться будет довольно сложно. Вот, ну, я плёл первый раз, немножко ошибался, было сложно. И поэтому, ну, не сделал это. Вот, дальше. Карабинчик здесь можно тоже не вот такой использовать, а маленький, как вот у сумок. И его тогда надо будет вот здесь вот вплести туда. То есть, это можно вот обычный вот. И это надо было чуть-чуть подлиннее, вообще в планах было. Тогда бы оно вот так вот, бы, цеплялось за вот это кольцо. Что ещё сказать? Можно плести любых размеров по такому принципу. Ну, сильно больших нельзя, потому что что-то, ну, чем больше оно будет по размерам, тем, соответственно, у них вот будет, ну, ход и проще вот что-то вот такое вот выпасть. То есть, это не для мелочи какой-то, а для чего-то более или менее крупного. Вот, скажем, для ножичков, мультитулзов, фонариков. Вот, можно не кольцо, а этот овальный. Сейчас я вам покажу. Скажем, вот такой вот, если внизу расположить карабин, можно вот такой. Соответственно, будет форма более вытянутая, более широкая. То есть, нож вот мультитулз не выпадет, а, скажем, если мультитулз побольше или мультитулз, а сбоку фонарик, то, на мой взгляд, можно сделать отличный, шикарный просто комплект, такой выживальческий. Мультитулз, допустим, фонарик и всё это в паракорде. Ну, сколько тут пойдёт. Ну, давайте сейчас прикинем, вот эти вот петельки были. И когда я вязал, метра два было, вот по кругу ушло. То есть, сколько тут? Метра три-четыре верёвки. Вот, можно сделать без отверстия. То есть, не знаю, сейчас на руках понятно будет или нет. То есть, мы вот эти вот берём, складываем и их как бы один через один туда продеваем. То есть, получается, вот мы один отсюда продели, один отсюда, один отсюда, один отсюда, конец. И тогда он будет вот торчать снизу, вот так вот, но запечатает полностью. То есть, не будет вот этого отверстия. Такие вот варианты. Ну, и, соответственно, можно и там за него цеплять как-то ещё какие-то варианты с карабинчиками. Ну, можно использовать какой-нибудь там, не знаю, карабин побольше. Там будет уже как элемент какой-то там страховочный. Ну, соответственно, можно и этот сшить, снизить, связать для чего-то. Вот, на мой взгляд, идея очень перспективная. Надо думать, дальше я буду над ним, может, какое-то другое вязание попробую. Вот, мне, к сожалению, видите, получился ним то ли брак. Ну, можно считать, что это для продевания ремня верёвочка. Вот так вот мы его. Ну, или цепляния за какой-то этот. Ну, короче говоря, такая вот. Первый блин, я считаю, не комом получился, а вполне жизнеспособный. Ну, бывает нечасто, но как-то пару раз бывало надо верёвочкой. Иногда была она с собой, иногда не было. Приходилось как-то по-другому. Вот так. Вот буду носить теперь в этом. Потом, может быть, сплету для другого уже из другого. Ну, это... Так, сейчас я уже наговорил много. Сейчас я пауза и буду показывать, как я его плюл. Кому интересно, можно смотреть. Кому неинтересно, я думаю, так всё понятно, что получилось, как я это делал. Уже, ну, не особо интересно. Всё, благодарю за внимание, кто выключит сейчас, кто будет смотреть дальше. Итак, начинаем плести чехольчик для вот этого ножичка. Что я вам скажу. Вот, я попробовал плести, сделал вот такую вот штуку. Здесь, видите, какая-то лишняя верёвка. То есть для чего? Вот, для того, чтобы понять, сколько нам надо в ширину, сколько нам надо по длине, взял бумажку, чтобы всё это записать. Вот, мы теперь прикидываем по ширине, сколько нам надо. Вот, здесь мы можем сейчас почитать, сколько петелек. Вот у нас... Так, это что у нас сейчас? Давайте считать будем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть петелек. Нам надо больше. Примерно ещё столько же. То есть нам надо не шесть, а двенадцать. Двенадцать или даже тринадцать. Ну, тринадцать будет болтаться, я думаю, двенадцать будет хорошо. Вот. Дальше что? Нам смотрим по длине. По длине как раз где-то вот столько нам хватит. Но, с другой стороны, по длине я сейчас глядеть не буду. Почему? Потому что я ширину задал, буду плести, сколько нам... А, нет, нам надо задать длину, да, всё правильно. Почему? Потому что нам надо будет часть сделать короче и несколько длинней. Длинней нам надо петелек пять. Пять из них, вот из двенадцати пять будут длиннее сейчас. Я думаю, пять хватит. Дальше что нам надо будет? Ну, вот, собственно, всё. Делать им... Проверяем, как у нас... что у нас получилось. Так, я из кадра... Ага, так, дайте я сейчас все... Положу какой-нибудь ограничитель, чтобы не выпадать из кадра. Вот, досюда. Ага, у меня кадр. И его бьют досюда. Всё понятно. Так, развинтили этот карабинчик. Снимаем петельки. Проверим, кстати, как быстро оно распускается, насколько. Теперь нам, по идее, стоит только потянуть. А, вот, даже вот так вот нам не надо ничего тянуть. Вот. Чук. Стоп, где оно? Чук. Вот, плести я буду, вот, как вы видите, из обычной бельевой верёвки. Это, скажем так, для тренировочной, опытный вариант. Если мне всё понравится, тогда, может быть, куплю паракорд. Сделаю пара из паракорда. Всё. Вот, как видите, занял несколько секунд, и у нас получилась верёвка. Так. Всё, теперь что мы делаем? Устанавливаем нашу, скажем так, машину, или не машину, приспособу для плетения. Вот. Нам надо задать теперь петельки. Ну, видим, что что-то я сильно далеко их поставил. Расстояние здесь нам надо, вот, ножичек, ну, чуть длиннее. Потом мы всё это можем подрегулировать. Вот. Ну, где-то такой примерно, да, ещё чуть-чуть. То есть я могу, как видите, ну, то есть не по линейке, а по наитию, так сказать, по ощущениям, сколько мне надо будет. Итак, нам надо будет, сколько петелек. Вот я, во-первых, по кругу, как я хочу сделать, я не делал. Не знаю, что получится, не получится, поэтому, ну, посмотрим. Так, оставим кончик. Сейчас мы давайте его... Так, 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 нет, сейчас надо... Во-первых, надо понять, что, откуда будут идти у нас... Ну, то есть вот они, эти петельки. Где будет проходить вот этот карабинчик? С этой стороны, а с другой стороны у нас они будут часть длиннее, поэтому логично, что всё-таки вот снизу карабинчик, а сверху они просто затянуты будут так. Ого, значит... Вот, мы видим, что логично, что конец должен быть сверху. Значит, на этом мы привязываем на узелок. Ну, чуток оставим для каких-то там завершающих вариантов, чтобы не развязалось на два узелка. Всё, поехали. Так, всё это вниз. Раз петелька. Два петелька. Три петелька. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Ого, семь. Так, нам семь. Сколько надо? Всего двенадцать, из них пять длинных. Соответственно, что нам надо? Нам нужна ещё одна струбцинка. Так что, сейчас, секундочку, паузу. Извиняюсь. Так, вот я сделал конструкцию такую, натянул. Нам, я посчитал, нам надо нечётное количество, чтобы было петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь коротеньких у нас, и шесть длинненьких. Теперь мы делаем, что начинаем плести. Так, допустим, это пойдёт у нас под низ. Соответственно, следующая петелька сверху. Так, я думаю, вам сейчас не совсем будет понятно. Вот, то есть, мы пропускаем, вот у нас петельки, и мы одну снизу, одну сверху, одну снизу, одну сверху будем делать. Вот, то есть, вот это у нас пройдено снизу, это сверху. Соответственно, это снизу, это сверху, вот сюда. Давайте мы её раз, потянули. Оп, соответственно, снизу, сверху, а можем даже, наверное, три здесь. Сейчас пока натяжки нет, первые вот какие-то разы мы можем их сразу вот так вот, да, много делать так. Опять, значит, что у нас получилось? То есть, это сверху, снизу, сверху, снизу, вот так вот мы можем сразу, много даже. Вот. Теперь сверху, снизу. Вот. Что у нас получилось? Вот такая вот конструкшн. Если мы её натянем, то вот они получаются. Так вот, примерно. Теперь нам вот эту надо вытащить, крайнюю струбцинку. Мы её сейчас вытащим. И, вернее, мы начнём не с вытаскивания, а с того, что вместо струбцинки проденем всё это на карабинчик. Так вот. Следующее. Вот такая сейчас мудрённая получится эта. Карабинчик можно, наверное, побольше было взять. Где у нас следующая? Да, вот эта. Оп. Следующая. Следующая. А вот этот что, соскочил даже один? Вот он. Всё. Такой вот у нас получился бутерброд. Ага. Что нам теперь надо? Нам теперь надо... Надо... Так, надо пересчитать, все ли мы их одели. И не запутаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ага. То есть куда он идёт? Вот он. Нет, вот она, да? Нет. Стоп, сейчас давайте по секундочку разведёмся. Ага. 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 Вот это какой тогда? А это вообще следующий уже. Видите? Сейчас... Странно. Странно. Вот, видимо, ещё одна у нас была петелька. Или где-то вот здесь. Или вот петелька. Это что у нас? Ага. Так, давайте я паузу нажму. Чуть-чуть разберусь. Где у нас тут пауза? Ну так, вроде чуть-чуть разобрался. Вот, теперь вот мы когда прошли их все, теперь мы берём и крайнюю петельку проходим. Как бы мы их надо сейчас вот просто закруглить. Мы эту прошли и снизу, значит эту надо нам как бы вот сверху. Вот сюда мы проходим. И проходим мы не туда, а вот сюда. Под этой верёвочкой. Здесь вот сейчас в чём сложность? Сложность, как говорится, начать и кончить. Так, это мы прошли. Это что такое? Что-то мы не то, видите. Захватили мы не то. Сейчас. Не очень. Какое-то надо приспособить для такого, как скажем, для плетения рукава. Можно сплести из нескольких частей, но тогда, скажем так, не рукавом. Угу. 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 Казалось я... Ух. Я опять не туда. Так, я здесь прошёл сверху. Да. Нет, вот сюда надо её. Нет. Ничего, всё получится. Извиняюсь только, что, видимо, долго получится, но я хочу просто показать, как вот оно... Как оно должно быть. Вот. Теперь всё. Вот оно уже, да. Соответственно, мы уже пошли. Оп. Вторую. То есть тут у нас уже она не собьётся, потому что у нас есть первая верёвка. А у нас сейчас мы идём вторую верёвочку. Сейчас. Оп. Так. Извиняюсь. Может, даже вот так сейчас мне будет удобнее. Так. Что я сделал? Ага. Вот. Я прошёл вот это, вот это. Так. Так. Стоп. Сейчас натягивать не обязательно сильно даже. Тут главное сейчас правильно протянуть её. Подтянуть мы... Здесь такое плетение довольно... Ну, простое. Оно легко подтягивается в конце. То есть нам надо, главное сейчас, скажем его... Как это выразиться... Правильно, так скажем, наметить. Вот идёт следующий. Мы, значит, под ней... Чтобы ничего не вплести лишнего и не выплести. И не пропустить. Вот. Угу. 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 И потом просто их... Пороу. Как скажем... Протянуть. Так. Так. Где я тут? Где мой конец? Так. Это я сделала. Вот он, да? Может, сейчас вот он немножко неудобно. Хотя ничего страшного нет, можно и так и сяк. Идет вот эта веревочка у нас, она идет куда? Так, ладно, это отвалилось, вот, пускай она лежит, она нам обозначает. Идет петелька вот эта, да? Стоп, нет, нет. Так, та-да-да-да-да-да. Вот это идет сюда, значит, это идет сюда. Оп, возвращается сюда, ага. Значит, нам ее надо возвращать вот сюда. Оп, теперь следующее у нас, вот это. Это у нас с какой советой? Значит, надо сюда. Здесь уже начинает быстрее получаться. Тогда разберешься с принципом. Так, это следующее вот это у нас. Так, и вот он, да? Это. Ага, все правильно, вот сюда. А отсюда мы пойдем куда? Так, я думаю, вам все равно ничего не понятно. Так, что такое-то, сейчас давайте. Оп, у нас вот оно. Теперь у нас крайние туточки. Значит, нам теперь этот, а нам надо теперь вот эти вот три захватить. Оп. Вот мы прошли. Теперь идем вот как бы за этой только наоборот. Так. Тут он шел сверху. Да? Да. Значит, нам под низ. Тут он шел под низ, значит, нам сверху. Ну, видите, уже несколько, когда вот стяжок, сделали. Не стяжков, как бы это назвать-то. Несколько прошли. Соответственно, уже и проще. И она уже держит структуру чуток. Ну, и нам уже понятно, что куда под это. Это сюда, это туда. То есть они петельки местами не перепутываются. Первые вот шаги были чем сложны, что петельки петли хотели перепутиться. Непонятно было, где какая начинается, где какая заканчивается петля. Сейчас у нас уже все это понятно. То есть здесь вот самое сложное первых два оборота. Дальше вот видите, то есть вы сами видели, сколько я тратил на первый, на второй оборот. И сколько я сейчас делаю, как уже все замечательно у меня получается. То есть вот третий оборот я уже сделал. Оп. Теперь опять мы идем сюда. Только мы уже опять вот эти пропускаем. А вот эти три, да? А вот это идем уже под низ. Все отлично, все отлично, все отлично, все хорошо. Так. Видите, сразу раз уже, как мы их... Так, это что такое, почему оно так... А, так и должно быть все правильно. Вот туда. Теперь обратно. Так, куда идешь? И вот так вот мы её пропускаем и протягиваем. Так, что у нас следующее? Предыдущее шло туда, это мы её пропускаем, значит. И опять, значит, что у нас? Ага. Это была не захвачена, значит, сейчас захватываем. И, соответственно, вот эти, значит, мы идём вниз. Ну что, наверное, я скоро нажму паузу. Это вверх. Вот почему? Потому что, я думаю, вам не особо интересно, как всё это... Ну, ничего... Лица особого зрелищности нет. Это не токарный станок, где стружечка летит во все стороны. Это не какой-то там, не знаю, ещё что-то. Не... Я по баночкам, когда тоже опилочки летят. Вот поэтому мы просто... Давайте всё, пауза. Вот, смотрите, я уже немножко по-другому сейчас буду делать. Видите, здесь уже видно, я буду как бы идти снаружи этой конструкции. Ну, вот. То, я как бы изнутри плёв, сейчас я как бы снаружи. Не знаю, понятно ли это я говорю или нет, но... Ну, вот, я вот тут... Теперь я вижу, что мне надо вот сюда... Так, где у меня верёвочка? Ну, вот она. Сейчас, так, вот, да. Покажу ещё, ну, немножко покажу. Вот я, видите, соответственно. Вот это я всё как бы стягиваю туда, пытаюсь. Чук. Вот это я. Сюда. Ну, вот. Так, теперь это я... У меня сейчас скоро надо будет отцепить. Вот этот вот я его заменю на карабин. Может быть, каким-то крючком даже удобнее бы было вязать. Ну, а если мне эта тема понравится... Вот, я, может быть, у меня есть, попробую крючком, если мне понравится чехольчик вот этот, я для другого мультитулзе буду делать, ну, соответственно, всё это будет тогда. Чем дальше, тем легче, чем дальше, тем легче она получается. Почему? Ну, потому что... Так, нет, это моя ведёвка, это чё за ведёвка? Ага, нет, всё правильно. Вот так вот потихонечку макраме освоим. Кстати, неплохая идея, что из него можно же много чё вязать. Не только какие-то вот эти... Так, это чё у нас? Это что у нас? Так, чё-то здесь как-то немножко не ясно. Ага, всё ясно, сейчас разберёмся. А я чё... чё... чё-то я это? Или я чё-то не это? Да, нет, всё, я всё это. Так, извиняюсь, чтобы не выпасть из кадра. Так, я это, теперь вот это я. Ага. Так, ну, здесь... Так, это чё у нас? Что это у нас? Нет, чё-то вот тут. Так, чё-то ещё должна быть какая-то. Где петелька, идёт вот так. И на натуре захватывается, так. Раз. Вот этот шёл у нас как? Ну, шёл. Вот так. Чё-чё-чё-то не так иду. Ага, вот так вот я должен сейчас пройти сверху. Так. Почему я опять оказался? Опа. Так, сейчас пауза. Снял я с этого, со струбцинок. Они нам не понадобятся. Ставил карабинчик, чтобы не путать. И мы видим, что уже вот он у нас начинает напоминать что-то с чем-то. Так, это сюда, значит, это сюда идёт. Это идёт под низ. Соответственно, это идёт сюда, сверху. Оп. И уже плетём довольно, я думаю, легко оно будет плестись. Так, это теперь под низ. Следующая вот сюда, сверху. Ну вот. Сверху, а вот это под низ. Ну вот такой вот сейчас он будет. Так, вот это значит сверху, это значит вниз. Правильно, правильно, это значит. Так, стоп. Если здесь шло под низ, Соответственно, здесь должно идти сверху. Вот здесь. А вот это вот вниз. И сейчас мы что уже начинаем делать? Мы начинаем уже его туда стягивать. Стягивать сюда вот к основанию, чтобы было хорошо. Сейчас мы уже как раз чуть-чуть поднатягиваем. Там нам было главное сделать, ну, как сказать, структуру соблюсти, а не натяг. Так, сейчас мы начинаем потихонечку уже подтягивать. Не, что-то у нас тут начинает... А, всё, я понял, да, 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 туда. Так, если это вот, я где-то шёл оттуда, над этой. И, соответственно, вот здесь у меня три в одном месте, где было начало, так скажу. Здесь вот оно. Так, так... Соответственно... Так. Я сюда... Я вот сюда... Так. 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 Ну, я здесь уже. Так. Так. Давайте еще нажму паузу. Вот что у нас тут начинает получаться. Вот он уже, ножичек лежит, влазит. Сейчас будем... Что надо? Надо немножко веревки пропустить, сделать его пошире вот здесь. Форму придавать, начать. И начать формировать, что уже не по кругу вести, а вот по нескольким, которые мы шесть штук сделали по длине, чтобы они были как клапан, там будут потом карабинчики, и он будет цепляться за вот это колечко. Так, сейчас пауза.